Нас окружают постоянно какие-то природные фактуры. Посмотрите, я стою с такой деревянной веткой, когда ее трогаю, я преклоняюсь перед природой, которая сделала такую хорошую поверхность. И, как обычно, нам, художникам, надо уметь сделать визуальный обман. То есть давайте перечислим летние природные фактуры. Песок, морская вода, сено, трава, галька, чешуя рыбы. Это все природные фактуры, которые по-разному осознаются, когда до них дотрагиваешься. А нам еще вдобавок надо в своих картинах суметь нарисовать материальность этого предмета. И вот мы специально сделали такой блок картин, там, где мы написали разные материальности, пять материальностей предметов, и вокруг них то, что происходит, потому что нам нравится, как это сделали старые мастера. Допустим, американский художник Эндрю Уайт так написал сухую траву с этим мальчиком, который сидит, обнявшись за коленки себя, что ты чувствуешь и время года, и состояние мальчика, и его грусти по поводу того, что он прощается с детством. Мы с вами тоже взяли такую хорошую территорию вот в этой первой картине, которая называется «Сухое сено». И вот мы попытались сделать так, чтобы подмалевок в этой работе работал, как будто бы скошенное сено только что было. И вдруг там какие-то тыквочки, какой-то гладчик с молочком, какие-то перепелиные яйца на фоне того, что крестьянин только что убрал, допустим, хлеб, и осталась такая стерня скошенных трав, которые прямо зашли на материальность предметов и обозначили, во-первых, время года, во-вторых, состояние этого человека, в-третьих, что происходит в натюрморте, мы тоже нарисовали. Потом мы себе взяли такую задачу, так как нас окружают деревья, мы захотели попробовать сделать кору дерева. Часто гуляя по взморью, мы трогаем эти деревья, то сливовые, то грушевые, то абрикосовые. У них у всех разная фактура. И вот здесь мы попробовали сделать фактуру сливового дерева. Ну, так как мы работали больше всего с подмалевком, подмалевок у нас был главнее, чем реалистическая форма, вот вы даже можете видеть, как мы обозначали кору дерева специальным предметом, который служил нижним подмалевком, потому что здесь несколько слоев подмалевков. Ну, а сливы, конечно же, и упали, и ушли вдаль, и где-то уже стали несъедобными. Но кора дерева абсолютно напоминает нам ту, которую мы трогали в природе. Пошли дальше. Дальше захотелось нам показать медный самовар. Вот такой у нас есть самовар. Он стоит у нас в домике мастерской в Грибовке. Это представитель 19 века медь. И думаем, как же сделать так, чтобы не сам самовар работал, а его медная составляющая, его тяжелый вот этот вот железный, да, медь, это же железо, да, вот этот железный, неподъемный вот такой вот, как сказать, столб, да, на котором могут висеть и чашечки, на котором могут висеть какие-то канаты. В общем-то, все очень уважают этот предмет, потому что он поил всех горячим чаем и никому не давал заболеть. И мы здесь что сделали? Попробовали зубную щетку применить и побрызгали другим материалом, не масляной краской. Ну, это секрет. Пошли дальше. Вдруг нам захотелось попутешествовать, так как мы любим очень Венецию и юг Италии, Испанию. И, кстати, и Одессу любим. Кованую решетку захотелось сделать. Так, я падающую тень делаю, я пошла сюда. Кованая решетка такого балкончика. Кстати, работа не закончена, если вы видите, да. Еще нету вуалечек, видите, маленькие остались кусочки белого холста. Мы ее закончим очень легко и просто. Но кованая решетка, уже можно в нее вцепиться, как в нее вцепился этот попугай. Красивейший, да, хозяин вот этой и клетки. И я думаю, что и хозяин этой квартиры прекрасной, там, где балкончик служит, как бы местом там, где люди гуляют. И вот сама венецианская штукатурка, сложнейший подмалевок, который делался несколько недель. Да, несколько недель надо было, чтобы засыхал один слой за другим. Картина, посвященная венецианской штукатурке. Видите, Венеция. Там, где старинные здания все облезли со временем, да, побитые водой. И вот этот подмалевок делался несколько недель. По засыханию, по выведению на материальные вот эти фраже надо было выстоянные несколько слоев делать долго. Ну, эксперименты в этом направлении многослойных подмалевков мы будем и дальше предпринимать. Но вот эти пять картин являются, как бы, необходимыми учебными действиями для того, чтобы вы потом не знали проблем, допустим, в написании композиции. Давайте посчитаем, сколько здесь фактур может быть. Давайте, льняная скатерть, лен надо уметь писать, стекло, стекло надо уметь писать, красная кирпичная стена, что это у нас, камин надо уметь писать, железо весов старинных надо уметь писать, показать материальность весов, тарелки фарфоровые, груда тарелок надо уметь писать. И в итоге нежность женского лица, женских ручек на фоне вот этих всех брутальных территорий, деревянный стол, картина сзади, кирпичная кладка, льняной фартук, шерстяные чулочки, потому что холодно в замке, какая-то чалма из каких-то старинных тканей. И тогда солнечный свет показывает, где направление, где надо особенно кайфовать. А особенно кайфовать надо на светотени женского лица. Человеческая кожа тоже является природной структурой, которая очень пишется с большим мастерством. Продолжение следует...